Матерей и жен участников специальной военной операции поздравили с приближающимся праздником и в семейном центре Серпуховский. Свои дни и молитвы нанежу я на нить, чтобы сыну помочь, чтобы его сохранить. Матерям и женам военнослужащих сегодня приходится нелегко. На их плечах лежит забота о своих сыновьях, которые находятся на передовой. В семейном центре Серпуховский для этих женщин прошел небольшой концерт и чаепитие. С приближающимся праздником женщин поздравил благочинный Серпуховского округа. Всех сегодня хочу поздравить на матери с этим прекрасным, светлым, замечательным праздником. Пускай наши мамы будут тоже счастливы, чтобы у них было и терпение, и понимание, и все, что в жизни происходит. Разные ситуации бывают. Бывают сложности, мамы огорчаются, но надо стараться, чтобы этого было меньше. Всем добра, помощи Божией, счастья и благополучия. Последнее воскресенье ноября День Матери празднует по всей России уже более 20 лет. Для россиян это не просто Красный День Календаря. Это возможность выразить свою благодарность и любовь самому близкому и дорогому человеку. Мама – это самое главное, что есть у человека в жизни. И мама для воина является оберегом, а жена является тылом. Дети, которые сегодня здесь присутствуют, участников специальной военной операции, они являются, наверное, ангелом, хранителем для своего папы. Поэтому, естественно, здесь приглашены все те, кто является самой большой защитой для наших воинов. Сердце матери, ее думы и переживания за сына, который выполняет свой воинский долг, понять нелегко. Особенно сложно найти слова поддержки. Желаю вам здоровья, желаю вам, чтобы все было хорошо и чтобы вы каждый день имели связь со своими половинками, со своими сыновьями, которые сейчас проходят такое испытание. Помимо жен и матерей военнослужащих были приглашены и женщины-волонтеры, которые плетут сети, шьют повязки и делают все возможное, чтобы защитить воинов и приблизить победу. Праздничные номера для всех гостей организовали сотрудники семейного центра и хореографическое объединение Арабэск-Орнеевского дома культуры.